Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наташа и судя по обстановке, я думаю, вы уже поняли по названию видео, что сегодня вторая часть продолжения заглядывания ко мне в шкафы и просмотра того, как обустроено у меня все это дело на кухне. Если вам интересна такая тема, то, конечно же, продолжайте смотреть. И сегодня мы будем заглядывать еще в 3 или 4 шкафчика, в тот раз мы осилили только один. Я сама обожаю такие видео, мне было очень много комментариев, что вам тоже нравятся такие видео, но поэтому выходит продолжение, собственно говоря, именно рассчитывалось на вашу реакцию, на то, как вы это примете, понравится вам это или не понравится. И, может быть, захочите что-то новенькое почерпнуть для себя. Я сейчас пропаду из кадра, чтобы по максимуму показывать вам то, что находится в шкафчиках, а мое лицо, чтобы уже не маячило перед вами. Мы с вами переносимся вот в этот угловой шкафчик, который стоит на самом углу на входе на кухню. И сейчас, конечно же, будем его открывать. Сегодня посмотрим вот этот шкаф и что хранится также вот в этих ящиках. Если успеем, буду смотреть по времени. Давайте посмотрим. И здесь в основном, конечно же, запасы. Сам ящик состоит из вот таких шкафчиков, состоит из двух вот таких полочек. И давайте смотреть на первую полочку. Здесь запасы еды. Хранятся они у меня как в баночках, так и в упаковках. И здесь, к сожалению, смотрите, чуть крошится мука, но ничего страшного, потому что везде у меня лежат, как вы видите, специальные штучки из Икеи, которые я даже обрезала по уголочку, для того, чтобы они влезали и было очень красиво. Ну и не пачкались сами полки. Хранятся различные крупы, которые очень удобны для приготовления детям. Видите, варить 5 минут. У Велка шикарно и вообще производит каши. Это пятизерновая. Это у нас рисовая. Муку мы вот эту берем, только эту постоянно, пшеничная, сокольническая. Здесь также хранится рис. Какой-то золотой. Мне он очень понравился, как он выглядит. Я его купила, но вообще рис не люблю готовить, поэтому ни разу не приготовила до сих пор. Здесь какая-то лапша типа домашняя. И стоит вот следующим образом. Смотрите, стоит у меня три больших баночки. Кстати, там в дальней баночке у меня как раз мука, по-моему, и есть. Там сзади есть макароны разных видов. Но первые это у нас такие буковки. Вот это буковки. Потом есть вот такая типа домашняя лапша. Конечно, я делала не сама. Это манная каша, которой у нас тоже кормится ребенок. Это здесь я... Он, кстати, очень удобный. Если вы не помните, как готовить кашу, то вырезать вот такой рецептик и вложить его в саму баночку. Это какая-то... Скажите, какая-то каша. Я не помню. Ну и, в общем, в дальней банке спагетти. Потому что, в принципе, очень удобно в такой банке вместо упаковок хранить спагетти. Ну а вот такие макароны, которые шуршат и никуда не влазят. И почему-то я их купила очень уж мне хотелось, но не приготовила. И сейчас я эту полочку протру заодно, чтобы было чистенько. Ну и сейчас мы с вами уже попали на нижнюю полочку, на которой тоже хранятся различные запасы еды. И она тоже у меня чуть-чуть тут получилась в муке. Мука сверху просыпалась. Но я ее тоже протру, когда все выну. Конечно же, Кузя лакомкинг, куда без него. Я обожаю эти кукурузные палочки. Их любит у меня и ребенок, и муж иногда любит покушать. Поэтому у нас лежит в загашнике всегда в упаковке. Молоко сгущенное. В принципе, оно в банке тоже не портится. И имеется на всякий случай вдруг то сырники или что-то еще мы приготовим. Поэтому очень удобно. Я покупала вот такую компотную смесь, но до сих пор почему-то не сварила компот. Это сухофрукт. И очень удобно, кстати, брать вот такую компотную смесь и готовить из нее компотики для ребенка. Дальше здесь по очереди, что у меня стоит. Сейчас я вам попытаюсь показать. Это у меня ананасы. Здесь стоят оливки. Кукуруза, с которой постоянно делаю крабовый салат. Здесь персики. Вот такие банки от жики, от грядки удачи, которые ест муж. Там дальше еще есть горошек. Какое-то мясо гребешка, горбуша. И внутри имеется сахар, который тоже должен быть в запасе, чтобы не закончиться неожиданно. А я здесь как раз попротираю чуть-чуть. Но, как вы видите, что немного функциональный этот угловой шкафчик, собственно говоря, здесь сильно тяжелого не похранишь или больших запасов не похранишь. Потому что он, в принципе, такой необъемный, узенький. И вот эта вот полочка верхняя постоянно норовит соскочить вниз. Я ее сейчас поправила. А в глубине, что вы подумаете, стоит в глубине? Это подарки. Это подарок от моей... Это упаковка, так скажем, от подарка. Потому что бокалы стоят наверху. Это на свадьбу вообще нам подарили два бокала. И это тоже какие-то от свадебных бокалов, что ли, коробка. Я не знаю, куда все это деть. Мне иной раз за свое скриадричество вот это бывает тоже неудобно. Потому что мне бывает жалко выкинуть. Но мне это лежит годами. Потом на меня находит работун такой. И я все это дело собираю, выбрасываю. И забываю навсегда. И понимаю, что мне никогда в жизни это не было нужно. Но пока что не нашло на меня еще такое настроение. Поэтому хранятся все эти штуки. И здесь, как вы видите, у меня тоже обрезан уголочек. Я вообще всем советую вот такие штучки в Икеа купить. И проложить все полочки. Потому что они у вас остаются в идеальном состоянии. Закрываем этот шкафчик. Открываем следующий. Ну и конкретно этот шкафчик я вам уже как-то снимала и показывала. У меня был влог, где я в нем наводила уборку. И примерно со времени той уборки у меня осталось почти все на своих местах. И здесь хранится очень много интересных вещей. Я постараюсь, кстати, ссылку на этот влог вам оставить, чтобы вы подробно увидели, что же было. Здесь у нас хранятся всякие мешки для мусора, всякие бумаги для запекания, фольга, рукава для запекания, пленка пищевая. Потом различные пакеты какие-то на застежках для замораживания. Также вот такая штучка для процеживания того же компота, например. И салфетки, и тряпки всякие. Ну, вот такие, кстати, влажные салфетки пользуюсь. В случае я вам хочу показать. Для СВЧ-печей и холодильников именно от марки Каждый день идеально оттирают микроволновку, холодильник. И они действительно работают. Я уж не знаю, чем они пропитаны, но одно движение и все оттерто. Поэтому присмотритесь. Здесь же всякие бумажки, тряпочки, мешки для мусора. Все уже перечислила. Вот такие штучки удобные для закрывания пакетов из Икеи. Это целый набор. Вот тут он стоит много. Их, которые вы защелкиваете пакет. Любой там с вашими крупами и так далее. И он у вас не рассыпается. Но, пожалуй, буду закрывать этот ящик. А, тут еще, кстати, у меня всякие пакеты для замораживания. Которых очень удобно написать маркировку. Когда вы именно решились заморозить. Буду закрывать этот ящик и открывать следующий. И чтобы вы понимали сразу. Вот открылась следующий ящик. Я не идеальная хозяйка. Я не живу ни по какой системе. Там Fly Lady или что-то еще. Я, не знаю, готовлю, убираюсь в меру силы, в меру возможностей. Каких есть у работающей мамы с маленьким ребенком. Поэтому показываю вам все как есть. Без прекрас. И ожидаю, что не будет сильно большой критики. Возможно, просто вы почерпнете у меня какие-то идеи. Здесь я поставила два таких органайзера из Икеи. Которые влезли в наш ящик. Но, на самом деле, восторгов сильных по их поводу я не испытываю. Потому что, как видите, мне не удалось систематизировать те предметы, которые я хотела систематизировать в этом ящике. Собственно говоря, каждый раз случается этот бардак. Каждый раз происходит история с тем, что вот так вот все валяется. Здесь всякие крупные предметы, ножницы. Это для торта штучка. Это открывашка из Икеи. Это тут есть еще для пиццы, для сыра. Ну, вот такие всякие штучки. Также здесь сбоку лежат пакеты, которые на защелочке такой, закрывающейся разных размеров. Здесь крупные, а здесь мелкие. И вот здесь, в этой коробочке, я тоже показывала вот в том своем влоге, на который я вам хочу оставить ссылку, как я складываю пакеты и как я их храню. Вот в этой коробочке как раз-таки лежат сложенные пакеты. Если у вас есть идеи или советы, как вы организовываете вот такие ящики, такое пространство с такими крупными всякими щетками, штучками, такими резками для яблок, для льда. Здесь такая вот штучка, на которой муку можно, тесто раскатывать. В общем, все как-то в одной куче валяется, лежит. Мне этот шкафчик жутко не нравится, но ничего с ним поделать не могу пока. Ну и вот так выглядит третий ящик. Здесь, как вы видите, лежат все столовые приборы. И для того, чтобы уложить столовые приборы, для того, чтобы это был нормальный, хороший, большой вот такой органайзер, мне пришлось купить органайзер в Икеи. Как вы знаете, а может быть не знаете, но я вас хочу огорчить, что Икея органайзеры производит под свои кухни. И под многие кухни по размерам они не влазят. Я даже из-за этого готова купить кухню из Икеи, лишь бы у меня влазил их органайзер, потому что такие классные органайзеры, как в Икеи. И купить больше, ну я не знаю, где купить. В общем, я его обрезала. Видите, обрезано вот здесь, с этого краю. Обрезано по каждому из краев. Вот тут, вот тут. Лишь бы он влез. Я замеряла, измеряла. Находясь в декрете, мне было нечего делать. И соорудила такую штуку. Лежит у меня еще один, скажете вы, внизу, вот во втором ящике. И я подумываю, у меня лежит еще такой один органайзер, который, может быть, я обрежу и уложу все-таки во второй ящик. Там будет более прилично. Ложек, вилок у нас всегда хватает на целую армию, чтобы не было недостатка и не приходилось мыть лишнее, потому что мы пользуемся также, в том числе и потому, что мы пользуемся посудомойкой. И складываем туда все предметы в течение дня, поэтому не должно оставаться так, что нет ничего. Всяких самых разных они размеров и дизайна. Ну вот так случилось. Здесь лежат ножи. Здесь вот такая хорошая штучка из фикс прайс. Жалко, что не часто ей пользуюсь, но очень красиво нарезает картошку. И, ну, вплоть до пластиковых ложек, которые я, кстати, из многих мест сохраняю, потому что мне очень удобно кормить ребенка именно пластиковой, а не железной ложкой. Она типа такая десертная, но в то же время, ну, в общем, мне удобно. Моя любимая лопатка, которая со мной много лет, я люблю ей там жарить картошку и так далее, и все такое. И вот нож, кстати, тоже из фикс прайса, и в принципе он неплох. Ну, все, закрываем этот ящик. И я думаю, что на этом будем заканчивать и будем прощаться. Осталось еще очень-очень много шкафчиков в кухне, но я не хочу перегружать и делать длинными это видео, чтобы вам не надоедало. Поэтому ждите третьей части. Если вы хотите, чтобы она вышла, обязательно пишите это в своих комментариях, и мне будет это очень приятно. Ну и на сегодня мы закончим с вами. И, конечно же, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. И пишите, может быть, что-то нужно подробнее показывать, рассказывать или какой-то другой формат. Я готова к любым доработкам, к любой конструктивной критике, потому что, конечно же, моя цель, чтобы мои видео были вам интересны и полезны. Ну и вам спасибо большое за внимание, что смотрели меня. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok